Почти два года как банкротство достаточно крупной в России сети магазинов Холидей отражается на работе алтайских поставщиков. Подобно пандемии их захватила волна судебных тяжб. За месяц до банкротства сеть закупила товары у компании региона, а после банкротства требуют с компанией вернуть потраченные деньги. Хотя за это время Холидей успел получить прибыль с поставок. Компания Холидей в лице конкурсного управляющего заявила исковые требования о взыскании денежных средств за поставленный и проданный товар. Эти сейчас суды уже находятся в стадии апелляции, касации. Поставщиков было очень много пострадавших, соответственно, ситуация у всех разная. В отношении нас у нас прошла первая инстанция, вторая инстанция, то есть решение мы выиграли. Истец, он же главный учредитель компании Николай Скороходов, недоступен. За все время разбирательства выйти на него не смогли ни сами предприниматели, ни мы. Но два года назад появились еще две организации. НСК Холди, которая сейчас тоже проходит стадию банкротства, и Холидей Маркетинг. Последний использует бренд Холидей. И именно Холидей Маркетинг начал еще одно судебное разбирательство. И теперь компания обвиняет бывших производителей в том, что те производили товары под маркой Холидей. Это и стало второй волной судов. Фактически это две аффилированные компании. У них одни и те же учредители. То есть есть господин Скороходов, который являлся генеральным директором в компании Холидей, и он являлся самым большим учредителем в компании Холидей Маркетинг. Ну представьте, у одного человека две компании, и в одну компанию мы поставляем детскую одежду по согласованию, а вторая, его же компания, нам присылает претензию, что мы незаконно пользуемся ее товарным знаком, поставляя в компанию этого же учредителя. Иски с подобными претензиями отправили десяткам поставщиков по всей России. Причем возмещать убытки новой компании бизнесмены должны в двойном размере. Суммы доходят до 82 миллионов рублей с одной компании. Этим вопросом заинтересовались краевые власти, которые намерены помогать предпринимателям. С моей точки зрения здесь как минимум мошенничество на лицо. То есть заведомо были переведены товарные знаки на Холидей Маркетинг. Знают прекрасно, что они аффилированы, тем не менее они пользуются такой схемой. То есть, ну для того, чтобы раскручивать тему мошенничества, надо обращение пострадавших в правоохранительные органы. То есть я со своей стороны готов буду эти обращения сопроводить. К слову, последние уже готовят коллективное заявление в прокуратуру, чтобы возбудить уголовное дело по факту мошенничества. Сейчас компания «Константа» ждет апелляции. Первое заседание прошло не в пользу предпринимателя. Однако в соседнем Новосибирске бизнесмены суд по такому делу выиграли, что вселяет надежду. Тем временем алтайские бизнесмены готовы идти до конца. Никита Ермаков, Александр Антропов, Николай Шилко. День с толком!